Всем привет из столицы Фонтанов! Я веду свой репортаж самого любимого места отдыха всех венечан. Это одно из самых красивых мест. Здесь мечтают побывать все дети из области и Винницы. Нет-нет, это не склад фабрики Рошен. Это ультрасовременный парк нашего города. Да, в современном я, конечно, переборщил. Новые технологии обходят этот парк, как и из Украины. Но несмотря на это, сюда съезжаются тысячи венечан. Как будто здесь медом намазаны. Перейдем к особенностям архитектуры. Планировка парка выполнена в стиле советского «абэшо». Поэтому каждая прогулка по парку идет по такой схеме. Пивная, 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 пивная. Стадион! Отдельно поговорим о стадионе. Обратите внимание на качество газона. На трибуны, на ремонт, на отделку. Думаете, футбол? Хрен там. Хоккей на траве. Еще Фаина Раневская говорила, что в жизни есть два извращения. Хоккей на траве и балет на льду. И, как вы понимаете, в Винницком парке есть все виды извращений. Перейдем к самой увлекательной части в парке – к аттракционам. Большинство из них сделано еще в Советском Союзе. На них еще мой дед катался. Но они каждый год проходят техосмотр. Кстати, вы когда-нибудь видели, как аттракционы проходят техосмотр? Сергей Владимирович, ну что? Ну, пока непонятно. Давайте еще кружочек. Конечно, давайте, пожалуйста. Перейдем к самому лучшему аттракциону в нашем парке. Стоимость – 26 миллионов долларов. 206 километров в час. От нуля до сотни за 3 секунды. Да кому оно надо? Вот, 3 километра в час. Две педали. Руль. Пиво пить можно. Кстати, в нашем парке есть замечательная традиция – кормить голубей. Мы это делаем настолько часто, что уже практически каждого знаем по имени. Кстати, у Степаныча сегодня день рождения. Кстати, Степаныч – это вон тот. Белый и черный. И каждый из вас в Винницком парке найдет что-то для себя. Приходите и вы. С вами был специальный корреспондент Александр. С любовью, с берегов Южного Буга.